Исламское финансирование Исламского университета Малайзии Гапур Озиев Подробно и на примерах специалист рассказал сотрудникам банка о базовых принципах исламского банкинга и шариатского управления Целью тренинга, конечно, непосредственно является обучение персоналу банков В данном случае речь идет о ИПАК Юлий Банк для того, чтобы они могли работать в соответствии с требованиями исламского банкинга Исламский банкинг, он на самом деле имеет свои принципы, свои требования, свои нормы То есть все это обосновано на принципах шариата То есть текст шариата, Коран и сунна И в то же время учитывая современные реалии То есть насколько у нас получается избегать То, что принято называть процентную ставку И взамен этого, что ислам может предложить То есть либо это могут быть такие механизмы, как мурабаха Это может быть и джара Это может быть и джара с последующим выкупом То есть там очень много таких вот контрактов и банковских продуктов Которые запросто заменяют ту существующую традиционную систему На которой, значит, посредством которым зарабатывают традиционные банки Тренером-напарником Гапура Узиева стала Мадина Калемулина Эксперт из России В целом программа хоть и прошла в интенсивном режиме Была очень насыщенной Включила в себя закрепляющие упражнения и даже экзамены Жажда понять и запомнить как можно больше информации Явно прослеживалась среди сотрудников банка Вплоть до последней сессии семинаров А кто-то даже приходил подготовленным Отметила в интервью специалист с 10-летним стажем В области исламского финансирования Мадина Калемулина Мы работали 5 дней с ИПАК-Юлой банком Здесь можно отметить Во-первых, действительно есть костяк тех специалистов Которые уже интересовались тематикой На протяжении какого-то времени То есть видно, что уже есть стартовый багаж знаний Достаточно неплохой Но это не отменяет того, что и другие специалисты Которые только первый раз познакомились с этой тематикой Видно сразу, что у них есть тоже интерес к этой теме Видно, что они очень быстро разбираются, что к чему Очень быстро пытаются уже применить мысленно-дательные контракты на практике И сразу возникают вопросы, связанные с тем, а как здесь, а как с рисками, а как с регулятором, а как с налогами, а как работать с клиентами, а какие отличия То есть в этом смысле работа была достаточно активной То есть обратная связь была постоянной по каждому вопросу То есть у нас практически все дни проходили в рамках живой дискуссии И это всегда интересно для лекторов в том числе Гурные обсуждения продолжались и в перерывах за стенами конференц-зала Что же извлекли сотрудники банков из пятидневного курса семинаров В течение этого семинара многие сотрудники банка из разных направленностей сферы работы Скажем, из кредитного, из рисков, из бухгалтерии получили достаточное знание Чтобы мы могли это завтра применить на практике Было очень много вопросов, на которые мы получили подробные ответы Были рассмотрены несколько практических кейсов Примеров из опыта зарубежных банков Как работать по контрактам, по исламскому контрактам Как предоставляют финансирование Как все это обстоит в банках Как идет дело вообще у его учета, контроля со стороны шариата Все эти вопросы были рассмотрены Сейчас мы завершили обучение на семинаре, посвященном исламскому банкингу В нем приняли участие сотрудники ИПАК Юля Банка Как вам известно, в ИПАК Юля Банке запланировано открыть исламского окна Целью семинара было повышение знаний и квалификации сотрудников Которые будут оказывать услуги по исламскому банкингу На профессиональном уровне Примерное открытие исламского окна планируется в третьем квартале этого года По окончанию последнего семинара прошла церемония вручения сертификатов Руководство ИПАК Юли Банка выразило благодарность Международным экспертам за проведение тренингов на высоком профессиональном уровне И вручила памятные подарки Стоит отметить, что банк ИПАК Юли является первым банком в Узбекистане Который с 2007 года начал предоставлять исламские продукты За счет линии финансирования Исламской корпорации по развитию частного сектора Продолжение следует...